Я могу рассказать про себя, я делал практически все эти курсы, у меня за мою практику были и короткие, и длинные, и однодневные, и эмоциональные, чего бы только я не делал сам, и чего только я не проходил. И могу сказать откровенно, честно и точно, что я вижу будущее именно за долгосрочной программой. Я уже проделал все, но в итоге мы свернули практически всю деятельность именно к системным долгим длинным знаниям. Да, здесь нет некого балагана, нет большого количества людей, которые бегают с большими глазами и что-то внедряют. Здесь есть осознанные люди, их не так много, но они есть, которые действительно хотят получить результат. Мне лично с такими работать гораздо приятнее, и самое главное, я могу дать им больше от себя, я могу дать то, чего мне просто не хватит времени, дать за короткий промежуток времени. Давайте поговорим о плюсах и минусах вот этого вот долгосрочного обучения, потому что это не всегда сладко, да, есть и минусы, и о них тоже нужно знать. Первое – это быстрые результаты. К сожалению, в долгосрочных программах вы не получите быстрый результат. То есть, по сути, это антипод вот этим быстрым результатам. Почему? Потому что для того, чтобы результат был повторяемым, для того, чтобы он был системным, нам недостаточно выполнить какие-то действия, как попугай, да, и вот получить. Рисуешь – получаешь, рисуешь – получаешь. Нам нужно фундаментально изменить процесс нашего мышления, сформировать концепцию, идеологию, философию. То есть, нужно делать те задачи, которые, кажется, пока не идут к какому-то результату. Ну, вот, допустим, когда человек пилит дерево, и у него пила тупая, ему подходят и говорят, что вот ты поточи пилу, быстрее спишь. Он говорит, мне некогда, мне вот нужно срочно спилить. Ну, это примерно вот об этом. Да, нужно отложить все, нужно сфундаментально что-то изменить, и потом будет результат. Многие хотят результат здесь, сейчас, сразу, через неделю. Многие курсы это обещают, поэтому эти люди идут на курсы. Потом у них не получается повторить этот результат, они разочаровываются в целом в обучении, и говорят, что это все не работает, это все вот просто большая проблема, вот это вот обучение, и учат непонятно чему, буду учиться на своих ошибках. Вот это тоже неправильно. Всегда просто понимаете, что на быстрых результатах вы получите быстрый результат, который обещают. Чтобы получить долгосрочную программу, долгосрочный результат, нужно учиться долго и учиться системно. Вы же не идете в институт и думаете, что вы пройдете программу за неделю или за месяц. Конечно, нет, там 5 лет учат. Так же и здесь. Нужно понимать, что есть разные типы программ, и нужно идти на разные типы программ. Поэтому не ждите быстрых результатов. Если вы готовы действовать последовательно, если вы верите в систему, действуете поэтапно, то вы должны заложить фундамент, мощный, крепкий фундамент, и потом на этом фундаменте уже взлетать и расти. Второй минус или плюс – это мотивация. Ну, давайте поговорим про мотивацию в долгосрочных программах. К сожалению, на силе воли, как в краткосрочных курсах, вы здесь вообще не выплавите. То есть сила воли работает неделю, ну, две. Ну, месяц – это вот совсем край, когда вот вас уже просто выворачивает. На силе воли здесь вы не выйдете. У вас должна быть внутренняя серьезная, сильная мотивация для того, чтобы действовать, для того, чтобы работать. И вы действительно должны хотеть выполнять все задания для того, чтобы либо получить профессию новую, либо изменить мозг, либо получить что-то, что вы хотите, там, деньги, путешествовать, профессию нового дизайнера, программиста, кого угодно. Да, здесь неважно, в принципе, чего вы изучаете. Главное, что этот путь не близкий, и вам нужна внутренняя мотивация, которая будет вас поддерживать. Ну, как вы ходите в зал, да, вот начали ходить, взяли абонемент. Один, два, три раза сходили, неделю, месяц. А на самом деле год надо ходить, чтобы у вас были крепкие мышцы, подтянутый живот. Это достаточно сложно, и единицы с этим справляются. И если у вас есть там личный тренер, либо команда, с кем вы ходите, ну, как бы вам стыдно уже становится не ходить. То есть это такая мотивация, получается, командой и средой. И если в таких долгосрочных программах есть у вас некая группа, некая команда, то я очень рекомендую именно вместе с ними пообщаться, сконтачиться, взаимодействовать, дать друг другу какие-то социальные обязательства, обещания, что вот вы дойдете вместе до конца. Так чаще всего получается проще. Потому что, ну, ни один тренер не сможет заставить вас работать. Ни один тренер там ни по фитнесу, ни по личному росту, ни по какой-то программе не придет к вам домой, не будет вам названивать, вытаскивать с постели, с кровати, либо с какого-то другого проекта говорить, слушай, тебе нужно, ты хотел, ты обязан выполнить задание. Нет. Вы задание просто можете отодвинуть, закрыть дверь, отключить телефон. Все зависит только от вас. То есть если хотите смотивироваться, я рекомендую понимать, что да, вы мотивацию потеряете через какое-то время. Это нормально. Для этого вы берете себе компаньона, группу какую-то, и вместе с этой группой встречаетесь с какой-то регулярностью, там раз в неделю, раз в месяц. Ну, к примеру, вот на нашей долгосрочной программе мы встречаемся со всей группой два раза в неделю, для того, чтобы я ответил на все вопросы. И один раз в неделю лично, очно мы вот прямо в офисе встречаемся здесь. И те, кто не могут присутствовать у нас вживую, они подключаются через ноутбук и через Google Hangout, любую другую программу, вы можете их видеть вот на экране, интернет хороший, поэтому проблем здесь никаких нет, если у вас есть наушники, связь, вот вы живьем видите, вы живьем общаетесь. Именно вот это вот помогает тем людям, которые настроены на результат, двигаться дальше. Поэтому минус в чем еще раз, минус мотивации в том, что никто вас не сможет смотивировать, как на ярком курсе недельном, потому что на силе воли вы долго не продержитесь. И плюс в том, что вы можете стимулировать мотивацию, если вы будете понимать, что мотивация через какое-то время пропадет, и вам нужны будут внешние факторы для ее поддержания. Следующая это среда. В целом вы попадаете на долгосрочной программе в среду людей, это не какие-то случайные знакомые, которые вместе с вами бегут до какого-то результата. Вы попадаете в некую среду, которая уже отфильтрована ценником, потому что чаще всего долгосрочные программы не стоят дешево, стоят дорого, и вы попадаете в среду людей, которые с вами на одной волне, которые идут с вами с одной цели, и как правило, если они покупают дорогой продукт, у них уже есть деньги, соответственно, у них есть некий жизненный опыт, который позволяет эти деньги заработать, соответственно, им точно есть чем с вами поделиться. И вот в среде, помимо основной программы, помимо основного тренинга и самого тренера, который должен помочь вам раскрыться, есть еще вот коллеги. И ставя какие-то вопросы, обсуждая какие-то задачи, вместе коллективным разумом в одной какой-то теме вы можете решить очень-очень нетривиальные задачи. Хороший тренер в данном случае обсуждает разные задачи, показывает, какие есть варианты решения, спрашивает других участников и вместе в мозговом штурме, ну как правило, у нас, допустим, это раз в неделю мы выдвигаем какую-то задачу, там как искать клиентов, как сайт сделать лучше, какого-то конкретного участника, и все участники решают его проблему. На следующую неделю это делает вместе с командой другой участник. Ну и так шаг за шагом, каждую неделю мы разбираем какую-то и тему одну централизованную и помогаем к какой-то сложной, носущей проблеме участнику, который должен внедрить все это дело до следующей недели и показать какой у него результат. То есть это тоже очень хорошо мотивирует. Поэтому среда, умение общаться и работа в вот этой команде, которая есть у вас вместе с другими сокурсниками, очень важна. Те люди, которые просто пассивно проходят курс, такие тоже есть. Есть определенное количество участников, которые не приходят на общение, а только смотрят задания и выполняют как-то в своем пассивном режиме. Это тоже окей. Но наибольшие результаты, наибольшую движуху, наибольшую отдачу от курса получают те люди, которые ходят на занятия и именно общаются с коллегами. Я сам лично встречаюсь, я это делаю в том числе и для себя, потому что я очень многому учусь у людей, которые покупают долгие, долгосрочные программы, строят серьезный бизнес, строят сильные компании, гораздо больше, гораздо детальнее, гораздо массивнее, даже чем у меня и у многих моих знакомых. У кого там по 100 человек в подчинении и более, и несколько разных компаний. Это очень круто, и у таких людей есть чему поучиться. Они учатся у нас в программе последовательность системности, дизайну, а мы учимся у них тоже, как они это делают, и у них есть очень интересный взгляд на разные темы. Поэтому обучение средой, обучение мотивации, обучение через общение, если у вас есть какой-то общий стержень и последовательность, вы добьетесь тоже очень многого на долгосрочных программах обучения. Очередной плюс долгосрочных программ, как выявил я из практики, это именно системные знания и последовательность. Если вы идете на обучение, подумайте, посмотрите, чтобы у вас была некая методология, чтобы у автора курса было понимание, как добиться результата, не просто повторяя какие-то действия, а именно повторяя действия не самому, а научить слушателей это делать, и делать это тоже системно и последовательно. Ключевая задача – посмотреть, есть ли там какая-то методика и как она преподается. Если методика позволяет другим людям, не только автору, получать долгосрочные результаты и внедрять системно те знания, которые дает автор, то это очень круто. Здесь достаточно посмотреть отзывы, посмотреть результаты, посмотреть, кто уже сделал, что-то, получилось ли у них. Здесь, конечно, тоже быть стоит очень внимательным. Вы должны делать скидку на то, что не все люди работают, не все люди внедряют до конца все, но, тем не менее, какие-то результаты все равно должны быть. И должны быть кейсы, которые показывают, что да, система работает не только у автора, но и у других людей, которые ее частично или полностью внедрили. И мы с вами уже говорили, но хочу остановиться здесь еще раз на том, что пазлы, модули, знания, они должны соединяться обязательно. То есть все последовательно пазлы системы, если мы говорим, допустим, о дизайне, то там есть общение с клиентом, планировка, визуализация, детальный дизайн, светодизайн, рабочий проект, а потом дальше комплектация, управление строительством. Все это единицы единой системы, которые уже на стадии фундамент, когда вы закладываете на общение с клиентом и на концепции. Все это, то, что там рассказывается, оно так или иначе дает некие зацепки на самый конец. То есть в том числе, как вы будете работать с всем тем, что вы создали на стадии комплектации, как заработаете деньги. То есть должно быть общей красной линией проходить совмещение методики по всем этапам годовой программы, ну или более, сколько там проходите, или полугодовой, которая дает вам обучение, которая дает вам курс, школа или автор. Будьте внимательны, чтобы в каждом курсе были зацепки. И, естественно, в краткосрочных программах это невозможно. Поэтому еще раз хочу отметить, не берите краткосрочные программы от разных авторов по одной теме. Берите их по не ключевой вашей компетенции, а по ключевой компетенции должна быть детально, последовательно, шаг за шагом внедрена система по наращиванию. То есть на фундаменте предыдущего блока вы строите свои следующие знания. И так шаг за шагом вы получаете сначала 10% качества, потом 20, 30, 40, 50, 100, а потом следующий модуль вы вроде делаете, и у вас получается не чуть-чуть рост, а вот такой рост, потому что весь фундамент, который вы строили, он уже у вас сложился, и следующий модуль дает вам бешеный прорыв. Именно так работает долгая программа, долгосрочная, которая позволяет добиться результата не в моменте, а на системном, долгом и последовательном уровне. В долгосрочной программе все действия отточены, они систематизированы, и последовательно вы выполняете задания, то есть вы не метаетесь с одного на другой раздел. Как правило, вы можете составить свою индивидуальную программу, то, что вам сейчас нужно, то и будете изучать. Это делаете вы вместе с тренером, и если вам нужны клиенты, допустим, сейчас, вы проходите создание бизнеса. Если у вас нет клиентов, то, как правило, после построения фундамента, вы идете на привлечение клиентов, потому что клиенты – это жизнь, это деньги живые, вы должны научиться их привлекать. Если, наоборот, клиентов у вас более чем достаточно, и вы пришли за систематизацией, то после построения фундамента вы идете на отношения с сотрудниками, на понимание финансовой модели, выстраивание ее, на разработку документов, а клиентов вы потом достроите. То есть так или иначе, вы пройдете по одному и тому же пути, но пройдете с разных сторон. Окупаемость. Эта часть волнует очень многих, как я смогу окупить вложения, как быстро я смогу окупить вложения, которые я буду делать, и вложения в себя. Здесь, ну, по правде говоря, никакого точного ответа нет. Если кто-то обещает вам миллионы, если кто-то обещает 100% возвращение средств в течение какого-то времени, это, в принципе, игра на эмоциях, на чувствах, то есть мы все хотим прийти и через месяц или через два отбить вложения. Да, это очень хорошо продается, но по факту никто не может гарантировать, что именно так и будет. Но, если вы будете выполнять упражнения, если методика работает, если у автора уже это получается, если получается у студентов автора, и в принципе в 99% случаев все складывается, то, скорее всего, у вас будет то же самое, то есть нет никакой причины думать, что будет что-то по-другому. Поэтому, если методика работает, то, скорее всего, вложения вы отобьете, просто не нужно делать на это какой-то определенный упор. Далее шаблоны. На хорошем курсе всегда системном есть шаблоны от предыдущих участников, либо от автора, который прям дает и говорит, вам не нужно будет изобретать велосипед и делать что-то с нуля. Вы берете готовые заготовки и внедряете в свой бизнес. С одной стороны будут документы, это могут быть какие-то методические материалы, это может быть все что угодно, что поможет вам двигаться вперед. На системной программе все действия обычно синхронизированы. У автора курса есть особая последовательность, которую он разработал, которую уже протестировал желательно на предыдущих выпускниках, он ее два или три раза поменял, и теперь есть точный пошаговый алгоритм, по которому, выполняя одно задание за другим, можно не только делать именно сами упражнения и получать результат именно какой-то физический в виде работ, но и построить работу мозга именно таким способом, чтобы учиться от самых азох, от самых таких базовых вещей и постепенно наращивать обороты. Еще почему очень важна работа в группе и не такой большой, потому что у преподавателя будет личный контакт с каждым практически учеником, с каждым студентом, который идет. И я считаю, что вот сейчас есть такая модная тема, что наберут кучу народа, там 100-200 человек, и распределят их прокуратором. То есть есть какие-то люди, которые помогают идти. Но, по моему мнению, это работает не так эффективно, особенно в системных и в дорогих программах, потому что люди приходят к опытному человеку, который создал программу, к автору курса, к создателю, который видит ситуацию абсолютно со всех сторон. Ему не нужен просто человек, который подскажет, как выполнить задание. Ну, не в этом дело. Да, конечно, это лучше, чем ничего, когда кто-то подсказывает, кто-то мотивирует, кто-то говорит, что нужно делать, но не в этом сила. Сила в двух вещах. Это в том, что есть автор, и он может ответить, он увидит твою ситуацию и поймет, как эта ситуация накладывается на его методику. Только автор может сказать, как это работает. И второе, есть группа, которая тоже делает эти задания, и автор подсказывает не только одному человеку, но и всем людям в группе. И все люди, получая обратную связь от одного автора программы, они очень сильно взлетают вверх, очень сильно двигаются вперед. Конечно, такие программы достаточно дорогие, гораздо дешевле и проще купить курсы, написанные каким-нибудь условно гуру, но который сам не приходит на занятия, приходит на первые и на последние занятия, чтобы помахать, сказать, ребята, давайте эгегей вдохновить. А дальше идет с кураторами. Ну да, так можно. Но смотрите сами, я лично такие курсы никогда не хожу, абсолютно. То есть у меня первое, что я спрашиваю, кто будет вести автор методики, человек, который это все придумал, потому что я не хочу перепевку, я не хочу пересказ. Я хочу всегда понимать, если куда-то иду, я иду к оригиналу, я иду к автору книги, иду к автору курса, иду к автору программы, человеку, который сам умеет достигать результата и который может этим результатом поделиться. То есть если он поставил какого-то помощника себе, мне абсолютно никак не греет меня это, и я считаю в какой-то плане это может быть даже неуважением к себе, потому что я хочу работать с человеком, которому я плачу деньги, с которым я работаю. Поэтому смотрите сами, тут можно экономить, тут можно брать более дорогие программы, с личной консультацией, выбирайте как угодно, свое мнение здесь я высказал. Так вот, на долгосрочных программах чаще всего, в чем еще плюс, то, что вы будете работать персонально с автором, потому что здесь нет большой толпы, как в эмоциональных курсах, как в марафонах, когда там 200 человек идет, и там не то, чтобы посмотреть даже задание, там даже посчитать количество человек нет никаких возможностей, и считает количество не человек, а система, которая потом выписывает счета на допродажу. То есть там все заточено понятно на что, на то, чтобы система работала, на чтобы как можно больше людей шли в следующую и следующую программу. На долгосрочных программах концептуальных там вам уже нет смысла что-то допродавать. То есть вы уже пришли, все расслабились, сели, и теперь давайте работать. Следующий плюс долгосрочной программы – это в том, что можно согласовать свой собственный алгоритм работы. Если вы уезжаете в отпуск, если у вас там какие-то проблемы, если у вас наоборот проектов сейчас навалилось, то вы всегда можете взять некую паузу и потом подключиться. Хорошая программа рассчитана на то, что человек может проходить его в комфортном для себя режиме. Хочет ускориться и сделать то, что нужно делать за месяц, за неделю, это можно сделать. Так новички догоняют в следующих, те, кто уже прошел дальше, догоняют там гораздо быстрее, потому что видят, что нужно это сделать. Те, кто наоборот уезжает в отпуск, либо ставят на паузу, в любой момент сможет подключиться, присоединиться и продолжить обучение. Понятно, что за год может случиться очень разные вещи и время иногда не будет заниматься, и поэтому очень важно планировать свое время, чтобы это курс и работа на курсе не была большой проблемой, чтобы вы могли всегда поставить на паузу и продолжить с момента, не считая себя каким-то неудачником, не считая, что ты там отстающий. Нет, ты не должен быть отстающий, каждый работает над своими задачами, в единицу времени у каждого задачи свои, но есть общая программа, по которой мы идем, и ты можешь к этой программе подсоединиться в любое время, но тем не менее бизнес, семья, отпуск, работа, это все у вас может быть и должно быть параллельно, потому что вы не можете убрать все дела, поставить на паузу и целый год обучаться. Любая хорошая системная программа, она интегрирована в вашу личную жизнь, и вы посвящаете примерно 10 часов в неделю, то есть это примерно по 1-2 часа через день, для того, чтобы освоить все материалы программы. Я думаю, такое время может выделить каждый человек, если хочет расти и развиваться. Ну, как вы, наверное, поняли, что я в любом случае голосую за долгие, долгосрочные системные программы, я считаю, что только такие программы, только такая работа сможет в долгосрочной перспективе изменить наше отношение и к обучению, и к себе, и к получению информации, и к пониманию информации. Это касается в том числе не только обучающих программ, но и бизнеса в целом, то есть выиграют только те дизайнеры, только те профессионалы, которые смогут не хаотично как-то что-то делать, а системно построить свой бизнес и вывести его там в течение 1-2 лет уже совершенно на новый уровень, построить себе крепкий фундамент и получать дальнейших самых лучших клиентов. Кто это сейчас не понимает, очень сильно пожалеет через 1-2 года, когда очень многие люди, которые сейчас уже зарабатывают деньги хорошо, даже на несистемных программах, рано или поздно, они будут строить системный бизнес. В завершение я хочу рассказать о двух наших системных больших годовых программах. Первое – это дизайнер интерьера. За 7 месяцев вы делаете дипломный проект, узнаете все о дизайне, все, что нужно. И дальше 3-4-5 месяцев вы работаете на практике с моей поддержкой и с послепроектной частью. Это комплектация, авторский надзор управления строительством, то есть чтобы замкнуть весь круг услуг по дизайну, и вы сможете работать дизайнером, частным дизайнером, чтобы делать дома, квартиры для клиентов и зарабатывать на этом деньги, а также зарабатывать деньги на комплектации. И вторая часть – это системное построение студии дизайна и построение бизнеса, где мы за 12 модулей, за 12 месяцев разрабатываем концепцию, строим фундамент, работаем с сотрудниками, распределяем обязанности между ними, строим финансовую модель, выстраиваем позиционирование на рынке, упаковываем все это, делаем сайт, настраиваем продажи, систему продаж, известность как дизайнера, развиваем свою экспертность, чтобы писать статьи. Не только сами учимся, но и строим системы. Программа построена так, что сначала делаем все сами, а потом делегируем это все помощникам. В итоге через год у вас полностью автоматическая, пошаговая, детальная студия, которая работает самостоятельно, а вы занимаетесь в этой студии самыми главными вопросами – это ее развитие, и если вы главный дизайнер, главный игрок в этой студии, то вы занимаетесь общением с ключевыми клиентами и концепциями. Вот такая у нас цель, задача, и именно к этой цели мы сейчас идем вместе с нашей командой. Если у вас есть желание, если у вас уже есть некий опыт, если ваш продукт хороший, если вы чувствуете себе силы, то присоединяйтесь и проделайте этот путь вместе с нами. Спасибо, до связи. Продолжение следует...